Троллейбусы И дальше состоялся небольшой праздничный митинг. На импровизированную сцену поднялся руководитель завода, строители и гости. В музее тюменских моторостроителей до сих пор хранится та самая газетная заметка. В ней есть и фотография первого водителя тюменских троллейбусов, товарища Пыхтеева. Журналист прошлого подчеркивал, он опытный водитель. До приезда в Тюмень 12 лет водил троллейбусы по магистралям города Кирова. Устроилась на завод, то ездили на троллейбусе. Народу было очень много. А троллейбус номер 5 ходил. Оплата была дешевле. 5 копеек всего стоил проезд. А в автобусе уже стоил 10 копеек. У троллейбусов была одна большая проблема. Если отключали свет, рогатый вставал как вкопанный. Зимой в салоне, и так не особо тепло, моментально становилось холодно. Чем было хорошо? Вот рога отпадали, да? Приедешь на автобус, на троллейбусе рога отпали. Здорово. Здорово. Отпадали часто. Можно прийти и руководитель сказать, троллейбусы рога отпали. Я опоздала по этому. То есть это было причиной. А еще у молодежи было излюбленное свое место. Очень нравилась задняя площадка. Вот там же такая была большая площадка сзади, да? И вот молодые. Я была молода еще тогда. Не такая, как сейчас. Вот. И мы там собирались. Там вот такое вот ограждение было от стекла. И мы стояли вокруг вот этого остекления. Как по-современному тусовались. Первая ветка проходила от моторного завода до завода медоборудования. Затем троллейбусная линия опутала почти весь город. И когда рогатых сняли с рейсов, на заводе заскучали. Я, кстати, сама думала, боже мой, когда сюда добираться-то будем. Было очень удобно. Их ходило довольно-таки много. С любой точки. Со временем, конечно, привыкли. Да и новый транспорт заполнил образовавшуюся нишу. Но в памяти навсегда остался рогатый. Юрий Иванович, вход в троллейбус с другой стороны. Иду. Юрий Иванович, вход в троллейбус с другой стороны.